Дорогие друзья, приветствую вас на канале Sun Gate Донецк! Есть известная истина. Если вы хотите быть счастливым, ищите общение со счастливым человеком. Хотите быть успешным, ищите общения с успешным человеком. Хотите саморазвития, духовного развития, ищите тех, кто занимается этим. Хотите быть успешными в жизни, хотите зарабатывать, Ищите того, кто умеет зарабатывать. Если хотите всего этого сразу, ищите общение с Майклом Мелеховым, основателем, президентом Университета познания личности Центра Сангейтс. Здравствуйте, Майкл. Добрый день, Михаил. Рад встрече. Рад открытию филиала Центра Сангейтс, Сангейтс Донецк. Ну, я рад сегодня в первой программе. Взаимно, это большой шаг. Скажите, пожалуйста, вкратце, Центр Сангейтс, о чем говорят, чему учат специалисты-преподаватели Центра, и, соответственно, что будет на канале Сангейтс Донецк тоже для наших зрителей, расскажите. Ну, главная тема вообще всех программ и вообще всего того, кто мы есть, что мы есть, это предназначение человека и его программы, для чего мы вообще здесь находимся, для чего мы пришли на эту землю. То есть надо познать, кто мы есть. Вот этой теме посвящены все программы Центра Сангейтс, познание самого себя, познание личности. Поэтому на каналах Центра Сангейтс, главный канал Сангейтс Центра, так и называется, нет физического, ну, вот я лично физически нахожусь в городе Чикаго, но это все происходит виртуально, по всему миру. Поэтому филиалы Центра, они находятся в разных местах, по земному шару, будем так говорить. Ну и, собственно, цель одна. Но, тем не менее, программы эти независимые, каналы эти независимые, поэтому и специалисты могут быть совсем другие, это не повторение. Просто сегодня, ну, вот первая такая программа, поэтому логично, чтобы, наверное, я представил именно несколько в другом ракурсе, поэтому это интервью как раз и идет. Благодарю вас, что вы делили время. Тогда давайте поговорим об основной теме, предназначении человека, его месте. Помимо всего, что я уже перечислил, вы психолог, астрономеролог, шахматист. Хотелось бы провести аналогию и поговорить о месте человека в жизни с точки зрения шахмат. Кто же человек? Он игрок за шахматной доской, который принимает решения и двигает фигуры? Либо он фигура, пешка или король, в зависимости от того, что предначертано. Это о свободе воли, о нашем месте в мире. Кто мы? Ну, вопрос очень хороший и терминология очень мне понятная. В принципе, я когда озвучиваю какие-то идеи, я как раз-таки пользуюсь этой терминологией, как нам разобраться, кто мы есть, что мы есть и чем нам надо заниматься. И с моей точки зрения, это шахматная комбинация. И только, конечно, в основном шахматисты это, наверное, знают, что мы строим самого себя. И пространство, огромное пространство вариантов, которые невозможно просчитать вообще никак. Так, я всегда привожу пример, как в свое время Гарри Каспаров играл с компьютером. Я забыл, Блю, там какой-то компьютер там был. И он в одной из партий решил его обмануть и делал совершенно нестандартные ходы. То есть компьютер был запрограммирован, ну, просто. Миллионы раз он должен быть быстрее, чем любой шахматист. Но он у него выиграл, потому что дело совершенно нестандартное. То есть здесь смысл всего заключается, у человека есть разум, а компьютер все же машина. И в него вложена какая-то программа, которая заменить человека невозможно. Человек мыслящает существо, вот и все. Поэтому кем бы он мог быть и кем, это зависит от него. Он может быть и пешкой, которая, ну, сами знаете, рейтинг, допустим, пешки, там, слона, коня, ладьи и ферзя, правильно? Поэтому он может быть и королем, да? Но, как мы знаем, у короля есть, скажем, свита, защита. И также есть еще то, чего, к сожалению, сегодня от нас мало зависит. Или практически почти ничего не зависит. Почти, я напоминаю, потому что все же можно изменить. А именно, есть силы. И человек забыл, каким силам он должен подчиняться и какие силы дают ему возможность жить жизнью богов, я бы так сказал. Понимание своей природы. Вот, к сожалению, он сегодня не понимает свою природу, поэтому им можно управлять даже королями. Можно управлять. И есть силы, которые управляют королями на нашей шахматной партии земли. Ну, государство одно, государство другое. Это между собой начинается вот эта шахматная партия. Одно хочет государство победить, другое. И там находятся короли, там находятся ферзи и так далее. Поэтому, ну, тут много нюансов и много вариантов. Спасибо. Ибо, а что тогда в нашей жизни предопределено без выбора, а на что мы способны повлиять? Ну, это, еще раз повторюсь, зависит от того, знаем ли мы, кто мы есть. И нам дана программа появления, которая начинает работать, начинает осуществляться только тогда, когда мы начинаем, когда мы рождаемся. Вот у нас есть программа. И если мы понимаем эту программу, мы можем изменить многие вещи. То есть, как правило, люди сегодня это редко знают, редко понимают свое предназначение. И кто влез, кто подорова. Наша задача выяснить, каково наше предназначение и на что мы способны. Потому что не все, конечно, способны благодаря прошлым нашим деяниям, прошлых жизнях. И вот эта программа прошлой жизни давлеет над нами в этой жизни. Но если мы знаем эти программы, мы можем вернуться туда и какие-то вещи скорректировать. Поэтому все зависит от нас, и мы можем действительно все изменить. То есть, речь идет о карме, фактически, да? О том, что заложено из прошлых наших поступков. Речь идет о карме сегодня, это модное слово. Гены, генетика и так далее. Да, ну, в общем, фактически это, да, это речь идет о карме. А если продолжить аналогию с шахматами, ведь все равно какие-то психофизиологические качества заложены в нас с рождения. По прошлым поступкам мы, допустим, предположим, конь или слон или ладья на доске. Что, если человек с определенным набором качеств решит действовать совершенно по-другому? То есть, вне своей программы. Неважно, в позитивном или деструктивном смысле. Есть ли у него такая возможность? Если ладья решит стать ферзеном? Есть ли такая возможность? Нарушает ли он какие-то правила? Или в правилах и делах, в зависимости от того, как действовать? Ну, именно в правилах и делах. Для этого человеку даны так называемые заповеди. Если он соблюдает заповеди, что такое заповеди? Это законы высшего порядка, которые приходят нам оттуда, сверху. То есть, если они приходят сверху, имеется в виду о том, что мы живем внизу, то, наверное, наверняка там знают как бы лучше, правильно? Сверху. И нам дают такие вещи, чтобы мы об этом знали. Наше право соблюдать или не соблюдать. Сегодня люди, очень многие правилные законы или вот эти заповеди, они не соблюдают. К сожалению, если мы не будем соблюдать законы, то мы будем нести ответственность за несоблюдение этих законов. Вот так как считается. Поэтому, что можно сказать? Надо опять то же самое знать, в чем они заключаются. Знать наше соответствие с ними. Как мы в этом сможем себя чувствовать. Потому что мы должны соответствовать, правильно? Вибрации как-то должны быть. Поэтому наша задача скоординироваться с этими силами, с этими энергиями. И идти в этом потоке. Тот, кто захочет слушать и учиться у преподавателей-специалистов Самгейтс. Да. Преподаватели понимают эти законы и могут ли гармонизировать людей в соответствии с ними? А преподаватели, Центр Самгейтс, в частности, это именно то, как я это все структурирую и как я сам изначально это и создавал. Создавал, поскольку мы сейчас говорим уже, если мы говорим про преподавателей и про студентов, то мы тогда уже говорим о университете познания личности. Потому что сейчас мы беседуем на канале YouTube в рамках просто какой-то программы. А если мы говорим сейчас о личности, ну тогда это совсем по-другому. Университет познания личности. Тогда мы должны другого соответствия. Преподаватели нам и мы преподаватели. Примерно вот так. Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот есть в ведической восточной системе деление людей по психофизиологическим качествам на разные, на рабочих, тех, кто больше предрасположен к воинскому делу, управлению, брахманов, тех, кто учителей человечества, торговцев. И это извратилось впоследствии в кастовую систему, ненормальную, конечно, не социальную. Но изначально были такие принципы. И основой их действительно можно в людях проследить. Вот я вспоминаю всегда 90-е годы на постсоветском пространстве, когда денег не было и все вдруг поняли, что выживать не за что. Привычный уклад жизни разрушился. Тогда люди вдруг резко все ринулись в коммерцию. В Ростов за носками, за майонезами, за продуктами покупать, перепродавать. И действительно, какая-то часть, небольшая, стала успешными коммерсантами, наверное, так их можно назвать. И с тех пор, мы их видим, у них магазины с тех пор. Так они и стали успешными в этом сфере. А многие, и мои родители, тоже пошли по этому пути. Сумки, продукты, электричка, попытка тут продать. И все это в убыток. Просто потому, что я вижу, у них нет этих качеств. Действительно ли эти вещи зависят от заложенных качеств? И как тогда человек может стать успешным торговцем, в хорошем смысле этого слова, в профессиональном? Неужели все зависит просто от качеств, которые заложены в нем? Ну, во-первых, да, зависит. Но не все зависит. Поскольку в ретические времена была принята такая практика. И это отражено в фильме. Ну, возможно, кто-то смотрел, возможно, нет. Я не помню, как точно он называется. Ну, речь идет о Шриле Пракхупаде. Шриле Пракхупаде, который приехал к нам из далекой Индии. Имеется в виду, на Запад приехал, да, в Соединенных Штатах он приехал. И которому было довольно много лет. Ему было лет 56, где-то так. Он приехал, и с этого все началось. Движение и понятие ветра и так далее, и так далее. Но когда он был маленьким, и эта практика существовала, когда человека, который только ползает еще, да, но ему еще годик, допустим, да, нет, он еще не стал ходить, его запускает в комнату. В комнату, где по углам разложены предметы. То есть 4 касты и 4 предмета. Но в одном углу находятся книги. Книги – это, понятно, образование. То есть это то, что называется бывшая каста – это браманы или это учителя. Вторая каста – это кшатрии. То есть во втором углу были кшатрии – это полководцы, это, скажем, ну сегодня это президенты, это воины. То есть там было разложено оружие. В третьем углу – это каста торговцев. Вот именно то, что ты сейчас задаешь вопрос. Или их называют вайчами, в смысле, скажите. Это каста торговцев в прошлое время, или среднего землевладельца, да. Или это среднее звено, скажем, менеджера, которые, ну вот, на своем уровне, они производят какие-то действия. Ну и последняя каста – это орудия производства. То есть кирки, мотыги, лопаты. Да, это люди, которые работают, ну, на кого-то. И за это, за свой труд они получают, соответственно, какое-то материальное вознаграждение. Это работники, любые, любые работники, которые идут на работу и работают на своего работодателя. Не имеет значения, хоть они инженеры, хоть они разнорабочие, хоть они копатели ям, и так далее, они получают за свою работу тень. Удивительно, и это будет, наверное, возможно, многим как бы непонятно и неприятно. Это сегодня, сегодня, повторяю, в наше время, это работники как искусства. Это вот эти вот, на эстраде, которые танцуют, пляшут, поют и так далее. Но они же это получают деньги. Они развлекают публику. Они развлекают публику. Люди идут, платят деньги за то, что они их развлекают. И вот это именно то, да. Вот запустили Прохопа туда, и он заполз туда, и он заполз, заполз, заполз. И, значит, взирается по сторонам. Ну, конечно, оружие, оно блестит, казалось бы, да. То есть самое привлекательное. Ну, матрии, может быть, какие-то, да. Но книги, они совсем не блестят. Ну, лежат в углу какие-то книги, да. И вот он пополз книгом. И он, когда пополз книгом, родители этого ребёнка знают, что его надо направить именно на него образование. Что он будет браманом. Будет учителем. Ну, собственно, так и оно и произошло. Это как вариант, это как вопрос. Я уже приводил пример. Сложный пример, тяжёлый пример. На другом канале. В Латвии тоже было интервью, когда речь шла о Гитлере. Вот Гитлер в наше время, да, в наше время. Он в засадном веке. Он построил общество, соответствующее всем канонам медического общества. Вопрос другой, что он хотел, как-то, как-то, дать из-за господства. Но смысл построения общества, когда все люди работают, ну, в той миле, в той сфере, которая ему положена по своему предназначению. Вот в чём дело. Поэтому, с одной стороны, да. То есть, мы наработали в прошлое время свои какие-то навыки и преподавателя, да. Это обусловлено. Я, как астрономеролог, по дате рождения, я могу определить любого человека, каково его предназначение, да, по программе. Но дело в том, что всегда это можно изменить. Поэтому есть другие понятия. Есть карма, а карма и викарма. То есть, карма – это человек, который действует соответствующими законами, законами природы. Викарма – это когда он просто категорически делает, что хочет и не соблюдает никаких законов, никаких заповедей. Ну, и а карма – когда человек может выйти из подвияния материальных законов. Вот в чём дело. Потому что мы все имеем своё предназначение, свою принадлежность и свою привязку к телу. Мы себя ассоциируем с телом. Мы, это называется так, обусловились. Мы обуславливаемся своим телом, когда мы приходим в этот мир. Ну, вот так получилось. В такой эпоху мы живём. Но в силах наших, зная, что мы божественные, наши предназначения у нас всё же не только быть, исполнять, как нам это положено, исполнять наши институты и так далее. Но мы ещё должны понимать, кто мы есть на самом деле. Вот об этом идёт речь. Скажите, пожалуйста, каких людей, населяющих Землю сейчас, нашу планету, больше тех, которые живут по законам кармы, или кармы, или акармы? Ну, тех, кто живут по законам изменения своей судьбы, очень немного. Я хочу отдать должное нашим преподавателям и нашим студентам, обучающимся, потому что злающих обучаться становится всё больше и больше. Дело в том, что сегодня положение в мире, в нашей планете, меняется кардинальным образом. С одной стороны, будут очень многие люди уходить с физического плана. Очень многие. Поэтому мы сегодня, вот недавно прошла передача, буквально 20 минут, закончилась программа у нас, действительно, закончилась программа с Ольгой Викторной, где шла о том, что многие люди будут уходить за 10 лет, они уже уходят. И много уходят людей. И будет ещё намного больше. Почему? Потому что Земля себя защищает. И она убирает ненужных людей. и элементов. Я все время, например, мотор вибрирует, правильно? Ну вот, его чуть-чуть там завели, и он начинает вибрирует чуть-чуть. И там крошки, допустим, какие-то там, вебные, допустим. Ну, они вот, дрожат вместе с мотором. Но чуть сильнее вибрации, и крошки будут падать. Это мы, люди, живущие, условно говоря, вот на этом моторе, и мы будем с них падать. Мы не соответствуем вибрациям Земли. Наши вибрации не соответствуют. Почему не соответствуют? Потому что каждый из нас вибрирует на определённых частотах в зависимости от того, как мы думаем, как мы мыслим. Кто-то мыслит очень негативно. Для него человек не друг, товарищ и брат, а там знаете, да? Поэтому не получится. Рано или поздно сейчас такая ситуация, что он должен найти с плана земного. Вот. Для того, чтобы... Это нормально, потому что он опять родится. Ничего страшного в этом нет. Просто он не понял свою программу, он не соответствует тем веяниям, тем энергиям, которые сегодня происходят. Происходят энергии такого порядка. Значит, если мы идём ссать её, и так далее, вниз спускаемся до калий-юги, то сегодня такой отрезок времени, когда мы, наоборот, идём ссатью-югу. Ну, мини, будем это называть. Мини такие эпохи. И мы сегодня идём, и поэтому мы с каждым днём приближаемся к эпохе благодействия. И негативные люди здесь не нужны. Поэтому воля оттуда, высшая воля будет делать так, что люди будут уходить. Вот. Мы же знаем о том, что в войнах бывает гибнут очень много людей, а кто-то проходит всю войну без единой царапины. Правильно? Такие случаи же есть. Но на это есть причины. Поэтому те люди соблюдают, которые так проходят. Они соблюдали и соблюдают условия, чтобы выжить. для того, чтобы эволюционировать. Поэтому сегодня гораздо большинство людей, неизмеримое количество людей действуют, работают по условиям векармы. Они не соблюдают законы. К сожалению. Какая-то часть соблюдает, гораздо меньшая часть соблюдает законы. То есть, они работают по идее кармы. А вот самый лучший вариант кармы очень немногие. Те, кто их, таких людей, называют, ну, дважды рождены. Потому что они понимают свою природу пожестную. И они решают жить по законам божеским, будем так говорить. Ну, и так далее. Это религия, можно так сказать. Или элемент. Поэтому примерно вот так. Но смещение, еще раз повторюсь, смещение массы людей в сторону позитива гораздо больше и гораздо большими темпами идет, чем оно шло до того, как. Но нам потребуется немало лет, вообще-то говоря, чтобы это изменилось. Ну, радует, что хотя бы мы идем в лучшие времена. Получается, сейчас время перемен? Сейчас время перемен, да, это правда. И оно, вот то, что мы видим за окном, то, что мы видим погодные, климатические условия, политические условия, это все очищение, это все нормальный процесс изменения ситуации к лучшему. Это не к худшему, это к лучшему. Вот. Просто мы по-другому это не привыкли воспринимать. Ну, статист людей, которые понимают, становится все больше и больше. А тогда логично предположить, что раз мировой порядок меняется, и за прошлый год мы это видели воочию стремительно, привычный уклад жизни, вот эта иллюзия стабильности, которую мы большинство людей питаем, что она исчезнет, то есть может быть привычные методы заработка, работа на начальника, заработок, работа ради пенсии, эти вещи тоже, наверное, уже теряют свой вес, и многие могут оказаться психологически и морально выбитыми из ритма жизни, то, как она меняется. Вы видите эти процессы? Действительно это так? Я вижу эти процессы, они сегодня идут, и идут очень серьезно, эти процессы, и это очень хорошо, что они идут, все меняется, действительно, получимо меняется, но, повторяю, это процесс болезни, у меня вообще-то изменения, потому что есть такая в ангельском языке называется no pain, no gain, то есть нет боли, нет приобретения чего-то лучшего, это когда человек болен, и ему делают очистку, вот, к примеру, организма, и он испытывает очень серьезные проблемы, ну, очистка организма это токсины, токсинов из организма, это больно, но по-другому нельзя, поэтому земля себя очищает, эти болезни. Сейчас люди моего поколения поэтому понимают, предвидя, чувствуя эти изменения, все больше пытаются уйти вот от этого привычного уклада жизни, который был навязан от прошлых поколений, и как-то реализовать себя в жизни, основываясь на других принципах, на ощущении поиска собственного предназначения, многие пробуют себя в бизнесе, в работе на себя, в свое время вы были очень успешным сейлсменом, вот как быть успешным продавцом, как перестать работать на дядю, и стать самодостаточным в финансовом плане? Ну, для начала надо опять же знать свое предназначение, как мы можем делать, они тебя не знают, поэтому они довольно часто идут туда, куда им не стоит идти, и они часто сегодня дико подавляющее большинство людей занимаются не своим предназначением, а работают вообще не по профессии, именно потому, что они не знают, каково предназначение, я приводил очень много примеров, очень много людей, которые обращаются лично ко мне на консультации, и я вижу, они просто не соблюдают законы, они не соблюдают правильность построения своей матрицы, то есть их как бы загоняет в матрицу чисто условия, а ведь известно о том, что не человек строит условия, а условия, то есть наоборот, строит условия, а не условия диктует его, скажем, вот, то, чем он занимается, и вот это тот самый момент, который надо было бы знать любому человеку, любому и каждому, то есть мы можем изменить очень многие вещи, ну, и, к примеру, опять же, есть сегодня веяние вот этого нашего времени таковы, что люди в основном занимаются чем? Они занимаются зарабатыванием денег, и все, а деньги, не забывая о том, что деньги, в общем-то, это инструмент, и не более того, к сожалению, вот это очень серьезный и очень большой дисбаланс наших вот вещей, а именно о том, что мы просто не знаем нашего предназначения. Очень и очень повторяю серьезный дисбаланс, и это печально, потому что я, допустим, обладая, ну, я-то вычетил, допустим, свои качества, как я могу функционировать, но для этого нужна, если мы не можем разобраться в этом, для этого нужна помощь, наверное, учитель, и они ведут к этому. Поэтому еще раз, самое главное, знать свое предназначение, знать свои способности, в итоге всего. Какие качества ученика? Что должно щелкнуть в человеке, чтобы он захотел это узнать? Это индивидуально качество ученика, знаешь, учитель появляется, когда ученик готов. Значит, если учителя нет, значит, просто ученик не готов. Качество его, если нашелся учитель, ну, уже довериться учительу, так скажем, и соблюдать правила его, он дает, когда он идет в ученики, он дает себе обязательства соблюдать абсолютно все, повторяю, если учитель, правильный учитель, бывает сегодня разное, сегодня учитель бывает неправильный, но если попали, если вам повезло, и вы нашли учителя своего, которые работают не только на себя на себя работает это это клеточка которая работает сама на себя это раковая рано или поздно травится весь организм рано или поздно поэтому будем считать что это учитель априори действительно учитель который хочет научить и ученик понимая это берет на себя ответственность просто полностью все дать и на волю и соблюдать все правила то есть безукоснительно не опровергать а именно соблюдать все то что о чем говорит учитель найти такого наставника и захотеть учиться найти себя можно в любом возрасте в вашей практике есть случаи когда люди очень непреклонного возраста вот так нашли что-то в себе новое открыли и поменяли свою жизнь ну я собственно говоря сам поменял все по себя и возрасте совсем достаточно не сказать чтобы зрел уже велика возрастом достал вот интересоваться поэтому собственно говоря в любом возрасте это достижено 70 80 более лет потому что в следующий раз мы начинаем стоит позиции с которой мы тут остановить в этой жизни возрасте с ними это снова позитивная информация и знания воодушевляйте сегодня скажите если вернуться к шахматной доске мы выяснили что все таки скорее мы фигуры есть высшие силы которые влияют как минимум влияет на наши пути в религиях часто понять а дуализма то есть светлые темные силы вот шахматной доске играют двое черными и белыми действительно те кто видят тонкие отношения в мире и те кто видят эти силы на тонком уровне если эти если это противостояние во влиянии на мир и во влиянии на судьбу каждого каких-то позитивных сил но назовем их допустим ангелами и каких-то сил деструктивных негативных если такое если такой еще раз если такое что вот это положение дел в мире действительно ли есть светлые силы и деструктивных которые влияют на весь мир и на человека в частности дело в том что существует две стороны медали и как мы знаем да они примеру отражены очки и я где есть черный значок есть светлый значок у нас виртуально у нас есть мужчина женщина у нас есть мир еще раз позитивно негативно у нас есть день и ночь то есть всегда есть две стороны и человек есть негативный человек из позитивных без негативности не будет позитивность так мы созданы это только там наверху в духовном мире есть только одно качество это любовь своего всевышнему творцу других вариантов нет мы здесь на земле должны подчиняться законам земным небесным признать о том что мы созданы совсем для другого мира но мы выбрали себе такой путь находиться здесь поэтому безусловно если то и другое но мы можем минус обратить в плюс примеру если у нас негативных качеств 80 процентов позитивных всего 20 то есть у нас есть что-то определены то ли мы допустим гневливые это порог то ли мы допустим ревнивые это считается порог это негативность то ли мы жадные то ли мы но у нас есть все это мы выписываем скажем так на листе бумаги нашей качестве честно и откровенно перед самим собой это никому не обязательно знать и потом мы разбираем те качества которые у нас есть и мы их сами не знаем гораздо лучше кто-то другой и тогда мы работаем над этими качествами потому что на другой стороне этого негативного качества есть качество позитивное нам надо найти достать это при сильное качество не может быть вот этого негативного просто мы сделали так что он зашкалькивает у нас и нам надо разобраться а что он находится на другой стороне вот это намного сложнее почему при прошлое время предыдущая опять даже как предыдущей жизни была такая ситуация создалась когда мы накосячили и сегодня мы имеем вот такие вот качества поэтому мы не видим хорошие человеке а мы видим плохие качества и так далее и так далее это нормально но это путь созидания это путь познания и не все его проходят за ну быстро то есть кому-то требуется жизни и жизнь вот спасибо интересно вы сказали что эти качества они обострены до часто негативные натурой над которыми нужно работать вообще можно заметить что в мире много крайностей перегибов и часто если человек даже сперва из благих побуждений из позаботиться о близких о себе стремится улучшить свое финансовое положение это все может перерасти в жадность до стремления культура навязывает зарабатывать стремится зарабатывать не столько сколько тебе положено миллиарды и со всех экранов со всех источников об этом все нас затягивает и получается действительно ли есть то что нам предначертано и положено и она к нам придет и так придет и и насколько сверхусилия в зарабатывании денег финансов могут повлиять на человека положительно или негативно если мы сейчас говорим о том что что позитивно что негативно это все условно если мы будем концентрироваться на заработках то это нормально но вопрос должен стоять для чего мы это делаем концентрирует на заработку для чего другого не просто для накопления это нормально мы живем материально мире нам надо платить за многие вещи или нам надо платить за суды на надо платить за коммунальные услуги и так далее и так далее то есть огромное количество допустим вариантов того что мы можем для себя понятие устроить но надо вычислить главное для чего опять возвращаемся к тому каждого есть своя программа выше головы не прыгаешь есть определенные скажем наборы и сумма допустим заработанного которая может превысить нам заработанное по судьбе что мы знаем и все время стремимся больше 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 но нам по судьбе не положено зарабатывать для этого ну надо вычислить сколько нам положено это вопрос другой но если нам не положено мы все стремимся больше мы себя здесь занимаемся действует циризации самого себя своей матрицы но ее полностью разобьем свою матрицу деньги мы может быть получим но мы где-то будем несчастны других вещах и вот это что происходит сегодня для полный дисбаланс то есть есть миллионеры или миллиардеры которые зарабатывают сумасшедшие какие-то деньги а другие голодают и еле выживают и умирают даже с городом вот есть такое это мог быть не должно такого никогда не было логическими временами а сегодня есть поэтому это должно уйти это должно закончится рано или поздно хорошо и получается это время способствует развитию пониманию нами этого правильно как это время можно назвать эра водолея вот в астрономерологии какими вы оперируете терминами для того чтобы назвать то что сейчас меняется мир ну с одной стороны эра водолея это как мы привыкли это называть но это очень маленький цикл она есть но это чисто с точки зрения астрономии астрологии а а если с точки зрения элитической космологии концепции то это не эра водолея это переход из юги в югу или с эпохи из эпохи которая составляет эпоху что такое 2000 лет в рамках самой маленькой эпохи которая называется калию ту 2000 лет а там четыреста тридцать две тысячи лет а восемьсот шестьдесят четыре тысячи лет а тысяча двести девяносто шесть тысяч лет это уже вот и сайте его которая длится этим медленно восемьсот девяносто шесть тысяч лет 2000 поэтому это очень маленькая эпоха не имеет в принципе никакого отношения мы только просто так привыкли что мы оперируем такими понятиями это более медленно еще у нас укладывается как мы можем уложить свою голову один миллион лет ну как это можно уложить когда один миллион компьютер только может высчитать население и так далее понимаете а если это все умножить на тысячу когда мы прийдем совсем другую концепцию дивья юги тысячи вот сегодня там где мы находимся поэтому сегодня мы находимся в той поре которая называется обратным процессом и мини-кальюгу мы уже прошли и мы сейчас находимся в два пара юги и два пара юги которая закончится формально еще раз чисто астрономически 2163 году то есть естественно вообще в наших телах сегодняшних это не увидим мы это увидим в следующий раз в следующих телах и так далее и так далее но люди будут дольше жить это понятно и люди будут работать совсем другими качествами но не все не все это переместятся на другой план на другие планеты и так далее вот а кто-то это все увидит вознесется и это выбор наш нашего каждого человека то есть выбор есть и этот выбор личный внутренний это есть наверное внутренняя жизнь называется самосознание самопознание этот выбор да это и есть то есть нам дается выбор самого нашего рождения сам прошлого поза прошлого нам дается выбор как мы захотим то и будет надо знать об этом когда человек начинает узнавать о таких вещах как вы говорите все они вместятся миллион лет не вмещается и мы начинаем двигаться постепенно это нормально узнать узнав о том что душа перерождается что мы живем не один раз сперва допустим захотеть человеку не каких-то сразу высших духовных благ а просто получить лучшее рождение это первый шажок и это может быть первым шагом его самопознание в увеличении его благочестия его мышление просто хотеть благочестие и получить лучшее рождение но это и есть на это есть наша задача и мы должны сделать все возможное и когда начинается приход в этот мир нашей души он начинается весь момент раздельно он начинается значительно раньше поэтому люди в принципе могут эти все вещи планировать и раньше они всегда это планировали вопрос как добиться этого например мы хотим стать пойти на него образование мы хотим этому научиться для того чтобы научиться надо выбрать время и надо найти преподавателя но и надо что-то отдать на сегодня в материальном мире это день надо пойти на курсы но денег то нет где их взять надо выделить эти деньги из этого общего нашего благосостояния и посвятить вот этому определенную часть своей жизни но поскольку люди этого не знают и не хотят ассоциируя себя с тема поэтому у них этого не получается и следующий раз будет та же самая картина и следующий раз будет постоянно борьба за выживание за заработки поэтому материальные аспекты они без сомнения нужны три материальных аспекта которые сегодня всем нам нужны это но в обратном порядке вообще-то говоря но допустим отсюда начнем это отношение между людьми поскольку вот сверху вот я много раз показывал есть богиня лапшми и у нее стоит рядом с ней стоит вот такая бочечка вот где насыпанный горшок для насыпаны деньги а почему вот это такое лапшми и у нее вот на руках теперь руки и у нее какие-то различные предметы вот и а почему деньги к примеру это водение благосостояния с одной стороны на извечное спутница вишну когда как допустим другие то есть это мужская и женская энергия они должны быть комбинации они должны быть гармоничны в отношении друг к другу и вот это отношение между мужчиной и женщиной скажем семья и об этом много раз я рассказывал что если не будет гармоничного отношения друг к другу и будет какие-то перебои в этих отношениях непонимание тогда в бизнесе тоже не будет удачи бизнесе и заработка не будет и будет что-то мешает только сослуживцы будете так что я считаю то ли его работодатель дурак какой-то такой который самодум и так далее или сама дура поэтому тут все зависит от нас от нашего понимания того если нашего понимания как надо себя вести то есть семейные отношения это второе да ну и самое главное это действительно скажем ну положение обществе которые обуславливаются сегодняшние ценности мировые вообще это не никогда не были ценностями потому что это материальная наша жизнь то есть это стремление быть всегда выше лучше больше отношения между людьми и заработок но опять же это только маленькая часть того что нам всем надо было бы знать для чего это все надо поэтому деньги они без сомнения нужны хотя бы для того чтобы пойти на курсы для того чтобы пойти учиться есть разные курсы и разная стоимость есть и для того чтобы поехать ну не знаю в другую страну в Индию в частности и там попытаться что такое узнать но это же надо для этого а так ты поедешь когда ты от зарплаты как у нас в коленте числе до зарплаты у нас времени у нас нет возможности какими условиями создали сами себе и надо разбираться почему что она мешает скажите вы успешный правильно сказать трейдер да с огромным стажем инвестор правда согласны ли вы на сто процентов с тем что лучшая инвестиция это в образование если мы говорим о образовании ну мы знаем на власть и таким или на власть знание сила король человек который обладает знаниями может все что угодно изменить он может стать лучшим моста сильнее стать богаче если он знает естественно инвестирует себя не сказать что я успешный там дело в том что моя эта миссия не зарабатывать а моя миссия обучать людям как раз таки зарабатывать если мы говорим чисто о трейдинге я там посвятил 25 лет своей жизни и сегодня этим занимаюсь и достаточно наверное успешно но дело не в этом дело в том что я же знаю для чего я это делаю это первое второе моя задача не накапливать а то есть это повторяют инструмент для чего-то гораздо большего потому что любая программа она стоит она стоит деньги любая программа я не говорю про время которое уделено на это как мы знаем время это деньги можно посвятить этому некоторые люди у меня нет времени я должен или должна работать работать где на кого-то на дядю правильно дядя мне платит деньги поэтому это наш выбор или нам дядя платит деньги или нам платить деньги мы сами себе платим это наш выбор здесь много конечно нюансов поэтому я отношусь разряду преподавателей и организаторов но что в общем-то сегодня происходит но это мне было дано понять когда начал посещать скажем восточный ресторан вот там об этом не рассказали я это принял и сегодня все работает скажите мой больной вопрос тема культуры в обществе традиции отношений между старшими равными младшими семейных отношений сами вы из славянской страны правильно вы живете в сша вы были много где в том числе в индии знакомы с восточной культурой где-то еще в этом мире сохранилась действительно культура потому что к сожалению на постсоветском пространстве там где я живу все печально с этим все внутри нас находится и культура в том числе я родился в россии я люблю естественно как любой человек свою страну неважно где я нахожусь это так но я не отечу я не привязан к чему потому что если я душа то какая родится где я родился просто есть условия которые мы можем выбрать себе на основании тех условий которые мы себе выбираем мы можем двигаться по знанию если я выбрал себе вариант посещения востока где есть что почерпнуть то я туда поехал и почерпнул а если мы будем базируясь на том что здесь все плохо и все не так то тогда мы идем по воле обстоятельств так вот первое еще раз возвращаемся к тому же надо знать обстоятельства почему вы там находитесь почему в частности вот и находишься к примеру в донецке где происходит известное всем события учетный находится на другой территории почему и никто на это не скажет потому что мама с папой и но и начинаются вот эти разговоры которые ни о чем не говорят поэтому человек рождается в том месте который был положено родиться человек рождается в семье то есть не где ему положено родиться благодаря своим предыдущим деяниям, понимаете? Если мы начали путь познания, и мы хотим работать на ниве образования, обучения, то ты, человек, который разбирающийся в ведической культуре, ну, наверное, знаешь эти истории, которые говорят именно о том, что человек может выбрать себе тело, может выбрать себе страну проживания, может выбрать себе своё благосостояние. В следующий раз, как ни странно, тогда он родится. В этой жизни мы можем себе запрограммировать нашу следующую жизнь. Но поскольку об этом, ну, как, во всяком случае, говорят книги, источники, сакральные книги и так далее, но если мы их не читаем, то как мы можем в это поверить? И так. И часто люди говорят, ну, после меня хоть поток, это уже не при моей жизни, забывая о том, что жизнь вечная, по сути дела. Душа-то вечная. Поэтому, к сожалению, мы не умеем пользоваться теми благополаганиями, обстоятельствами, которые нам предоставляет жизнь. Мы не знаем их. Сегодня время узнавать. Поэтому есть центр Сангейтс, есть каналы центра Сангейтс, которые помогают людям, которые желают познать. Примерно так. Благодарю вас, Майкл, спасибо за эфир, спасибо, что открытие филиала Сангейтс Донецк произошло именно с вашим непосредственным участием. До новых встреч, дорогие друзья. Майкл Мелехов, всего доброго. Да, ну, я хотел бы тоже представить, это Михаил Рочников, который является хозяином, руководителем, скажем, вот этого канала центра Сангейтс, филиал центра Сангейтс Донецк. Я рад участвовать в этой программе, ну и рад, если там будут у нас люди, которые будут задавать вопросы, на которые или ты будешь встречать, или я буду отвечать. Ну, в самом случае, всё, как оно должно идти и на пути наших реализаций, нашего познания. Всего доброго. Спасибо. Да, благодарю.